Психотерапевт 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 психотерапии это интегративная или полимодальная психотерапия единственным возражающим был я я сказал что будущее российской терапии узкая специализация у нас уже появился психоанализ мне сказали психоанализ то все все умирающие уже поэтому бросьте эту ерунду будущее это интегративное потом на западе для этого названия придумали еще слово полимодальная все мои возражения сводились к тому что могут использоваться разные технические приемы но не может быть полимодальной методологии а психотерапии которые имеют свою методологию их очень мало это психоанализ это поведенческая терапия это даже гуманистическая как синтез поведенческой и психоанализа все остальные это техники мои коллеги со мной не соглашались и говорили что нет ничего этого не будет надо развивать интегративную я совершенно откровенно тогда сказал что это какая-то окрошка из методов потому что когда нет методологии и терапевт и пациент оказывается в бескоординатном пространстве и оба не понимают куда они идут зачем и почему затем у нас упомните появилась гистальтерапия после психоанализа и создание вашей ассоциации для меня было вот таким очень знаковым явлением я покаюсь перед виктором дмитриевичем я ведь первый кому предлагал взять это направление себя алле борис не холмогоровой у вас точно получится вы можете и алла борисов не на ту сторону пошла но остановилась поэтому я поздравляю вас с вашим третьим съездом это большой успех вам кажется что вас мало когда мы начинали психоанализ нас было трое меньше но это было уже 25 лет назад и 30 лет назад сейчас нас на съезды приезжает 800 700 человек я уверен что у вас большое будущее и я когда смотрел на своего коллегу фримана а сейчас в институте психоанализа некоторые ходят и к нам на лекции читает лекции профессор хэрлд стерн мама и папа дедушка и бабушка которые из ревова вся психотерапия из россии я хочу сказать вам молодому поколению и иногда студентам говорю такую мерзкую фразу как человек родившийся в первой половине прошлого века когда когда в первой половине прошлого века я уже могу посмотреть вперед и сказать что самый главный наш недостаток мы не заговорили на международном психотерапевтическом языке нам уже есть чем делиться с нашими коллегами есть что им рассказывать и не только переводить их не я с большим удовольствием читаю книги коллеги фримана и века тем более причем нисколько не стыжусь психоаналитик читает какие-то нехорошие книжки с удовольствием читаю мы должны писать и переводить свои книги ну и в плане такой рекламной паузы похвалюсь перед вами нарциссически не могу удержаться четырнадцатом году мы написали первый учебник по психоанализу для своего института шестнадцатом году он был издан в качестве федерального учебника а в этом году в марте он вышел в качестве учебника в вене на английском языке с надписью на обложке самый понятный учебник по психоанализу эту надпись придумали не мы а люди которые читали его на западе и переводили так вот я вам желаю чтобы со временем под редакции дмитриевич колпака вышел прекрасный самый понятный учебник по поведенческой терапии который будут издавать на западе и учиться по нему нам есть что рассказать русская школа она всегда была самой доходчивой самой скрупулезной самой духовной и не случайно все выдающие терапевты из россии удачи вам большое спасибо